Нина Николаевна с гордостью показывает трудовые награды. Из своих 83-х лет более 50 женщин работало на благо страны. 15 лет было, и меня папа повел на работу в комбинат устраиваться. Яхолевский комбинат при Волске был. А там не берут. Говорят, с 16-ти только. Папе там знакомый был в отделе кадров. И он говорит, ну давайте мы 33-й год переправим на 32-й. И взяли меня курьером на комбинате. Всю жизнь работала, возмущается Нина Николаевна, что в итоге. Львиную долю пенсии отдаешь. Цены растут и на продукты, и на коммунальные услуги. Недавно вот узнала, что капремонт людям старше 80 лет оплачивать не нужно. Перестала. Так начал расти долг. Пенсионерка не понимает, почему. Путин по телевизору сказал, вот такой закон, принимаемый в общем, что пожилые люди, которые живут одиночно, одиноком, прописаны одинокие, и квартира съемщик сама не должны платить. Шлют долг. Долг шлют. Один месяц долг, второй месяц долг. Ой, а как долг? Мы же не любим. Я всю жизнь прожила, ни у кого копейки не занимала. Да? 50 лет отработала. 50 лет ветеран тыла. Ветеран труда. У меня награды есть. На территории Ивановской области действительно есть льготы на капремонт для граждан старше 70 и 80 лет. Однако платить все равно нужно всем. А некоторым категориям граждан положена компенсация этих затрат. Органы социальной защиты населения выплачивают компенсацию расходов гражданам старше 70 лет, если они проживают одиноко, либо в составе семьи, состоящей из граждан пенсионного возраста, и в случае, если они являются собственниками жилого помещения. Кроме того, компенсацию расходов на капитальный ремонт в составе общей компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг у нас получают другие категории граждан. Ветераны труда, реабилитированные граждане, ветераны войны, ну и иные категории получателей мер социальной поддержки. Но Нина Николаевна и компенсацию не получает. Все потому, что в законе прописано, если есть задолженность, выплаты приостанавливают. Чтобы снова компенсацию получать, нужно сначала погасить долг. Только на таких условиях для граждан категории 80+, капремонт будет бесплатным. Наталья Гутарина, Антон Осипов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.